Всем привет с вами Ледяной и сегодня я хочу рассказать вам о такой приставочке и сказать пару слов о ее защиту как PS Vita. Многие почему-то называют ее PSP Vita, чего я понять никак не могу. По-моему это PlayStation Vita. Отдельный вид консоли. Запомните блогеры, у которых много подписчиков. Ну, купил эту приставочку на самом деле я давно, уже наверное пару лет назад обошлась она мне тогда 7500 рублей, но полнокомплектная. Это первая ревизия, которая вышла в 2011 году примерно на рынок и в комплекте была сама приставочка вот такая с защитной пленкой. Продавец как уверял, говорит, ее как наклеил, так и не отклеивал игр, наверное, штук 5, причем это были топовые игры, вот я потом покажу все свои игры на нее. Накопилось уже много. Вот такая вот стопочка, такая, здесь некоторые без обложек, ну и не говоря о тех, которые я купил в цифре. Сейчас вспомню, которые были в комплекте. Итак, в комплекте был Uncharted. Resistance, Killzone, Call of Duty, то есть уже неплохой набор, да? Unity 13. Так, вот так, так. Gravity Rush. Wipeout. да вроде бы и все но тем не менее 1 2 3 5 6 7 игр было в комплекте то есть как консоль коробочная версия с экраном если где 7 игр в коробке с мануалами у которых они были и да продается сюда в подарок чехол достаточно неплохой в коробке у меня в этой приставке все карточки которые там вот эти 3d да они все были в наличии то есть вот сейчас открываю коробку вот она там у нас лежит такая пакет с документами на русском языке на английском языке шнурок какой-то чтобы носить консоль нас какая-то упаковка от защитного стекла все все продавец здесь сохранил все документы и тут по моему да тут же находимся пакетик 3d карточками но если честно я в них так и не играл ни разу но может быть кому-то они кому-то они необходимы прямо слышал народ потому что их ищет иногда в продаже но продавайте конечно не буду так как и без этого будет не полный комплект и со временем я начал докупать игры для этой консоли нашел человека и который занимается коррекционированием на всех игр на пасс виту он покупает большие лоты из одной игры потом перепродает их то есть там вообще в этом человек фанатеет ну и он продал мне некоторые экземпляры игры так у него я приобрел got of war так как got of war я игру очень люблю даже консоль после 3 я из нее покупал вот из-за двух частей также у него я купил metal gear solid ну как же без кодзина да хоть и не очень удачный порт там просадка и fps но тем не менее очень прикольно так также я у него взял soul soccer face очень классная игра очень классный эксклюзив на psv то есть не играли поиграйте ridge racer очень красивые гонки но если честно они не очень дошли настолько сложные что либо я плохой гонщик у него игра действительно это далеко не не for speed и не ну вы поняли какие-то вторые гонки вот ну и потом начал собирать какую-то классику вообще искать по магазинам магазин геймба есть вот в нем я приобрел себе например little big planet ну эксклюзив для свита и вообще для пластэшн в целом также битва сильнейших это типа как smash bros на нинтендо также эта игрушка на psv то со всеми персонажами может быть не всеми игр в пластэшн из файтингов еще есть mortal kombat игра вроде бы неплохая но если честно поиграв на этом же на этой же консоли в инжастис mortal kombat я больше играть не доходил но в инжастис у меня, к сожалению, только на картере без коробки также у меня тут есть ассасин крит 3 liberation batman most wanted me for speed и все такой вот чехолчик то есть можно в принципе с собой таскать кучу игр без коробок и они не повредятся не знаю для чего но купил minecraft ну пусть будет потом тоже для коллекции пробовал играть если честно не особо понравилось игра invisible это я покупал для того чтобы сравнить как эта игра была на psp когда там камеру отдельно делаешь сверху и ловишь персонажей а здесь уже камера была встроена интересно было посмотреть на реализацию этой игры обошлась что-то дешево и everybody will go to то же самое хотел сравнить эту игру на PSP и PS Vita Rayman вообще обалденная игрушка включаешь играешь и все отбываешь она все на свете ну и решил взять FIFA 13 да это один из немногих футболов всего их по-моему выходило три футбола на PS Vita FIFA 13, FIFA 14 и FIFA футбол ну FIFA футбол это просто вообще что-то непонятное такое на нигде хотя бы номерная часть но вот я выбрал с Месси на обложке скажем 13 года но тем не менее вот потом для консоли я приобрел чехольчик вот это вот если у кого есть очень хороший вариант смотрите вы защелкиваете да сзади touch screen остается открытый у вас но тем не менее экран закрыт пластиком достаточно прочим мягкая подложка и все спокойно себе играете очень на мой взгляд удобно ну и люди для тех кто говорит что покупать эту консоль да на ней в него что играть да она уже не поддерживается там Sony они уже тихонько вырезают ее из своего плеймаркета но вот то что я показал да тут есть какие-то сомнительные игры но даже те игры которые мне дал продавец в комплекте 8 штук также я скачал на нее игры от PS3 это у меня тут стоит обе части Hotline Miami у меня здесь стоит Ratchet & Clank 3 части у меня здесь стоит 3 части Sly Raccoon про енота игрушка Resident Evil Revelations 2 у меня сюда закачивают ну блин то есть знаете на самом деле если вот сейчас эту приставку даже не прошитую а реально найти за 3,5-5 тысяч рублей и да придется покупать игры но можно находить какие-то простые способы типа как я зайти на магазин Gamebuy купить там булочку и плюс другие магазины какие-то есть поискать на авито но потратите вы еще там не знаю в районе пяти тысяч рублей на игры может быть тот же самый story покупать да кстати мне еще забыл сказать повезло продавец в комплекте карточку памяти положил сюда на 16 гигабайт официально то есть это вообще очень жирный комплект и даже когда я дал ему 7500 по тим деньгам на авито предложения были также и по 5000 но я думаю переплатив вот эти деньги все просто у меня топ комплект поэтому на мой взгляд покупать эту консоль сейчас имеет смысл она достаточно актуальна она приятно лежит в руках если мы ее вытащим из чехла и она достаточно компактна чтобы там не говорили что все-таки PSV это не PSP это не карманная приставка да по размеру она примерно такая же по весу плюс-минус примерно такая же да если мы не будем брать с вами вот эту вот малютку вот эту вот но согласитесь во-первых не у всех была просто очень гол а во вторых не всем удобно на ней играть так что смело берите первую и вторую ревизию ну какая будет наличие ну а по играм пройтись труда не стоит я купил на нее все что я хотел я доволен и периодически покупаю какие-то инди проекты на нее типа что-то там чайтов бывает что-то такое там ну в общем игры выходят приставка еще жива не нужно хоронить ее заранее всем спасибо надеюсь было интересно пока